На улице дождик, поэтому не очень хорошая съёмка будет. Это я в обратном направлении, к старому базару, от вокзала еду, до 20-го автобусе. Вот тут всё видно. Ну, близко нельзя, худо будет. Аптека. Сейчас мы увидим органы МВД, то есть Министерство внутренних дел, и потом здание КГБ, то есть ФСБ теперь называется. Много магазинов, много машин. Как говорят, насколько достоверно, неизвестно это, но 171 тысяча машин. Следующая остановка – кинотеатр «Россия». Вот так. Ленинский проспект, ну, назывался раньше Московский. Московский. Вот такая. Машин, будто бы, здесь 171 тысяча. Ну, в арбалуре. А если взять сельское место, сюда кто приехал, это много больше. А население – 631 тысяча, будто бы. А вот как раз органы МВД. И тут башня у них. Вон она какая. Город очень красивый. Кинотеатр «Россия». Кинотеатр «Россия» объявляют. Сейчас немного туда ходят, потому что интернет все объявил. Российская Федерация, вон наверху написано. Вот так, можно просчитать. Неплохо, что окно тоже к нам уже съедет. Видно, что асфальт. Мокрый. Вот сейчас будет техникум строительства. Называется колледж. В 56-м я поступал, но в 59-м окончил. И так как вся семья пролетарская, отец мой, ну, с войной пришел без руки. Матеря, когда сильно проверяли. Меня направили работать в органах МВД, в донорежимный лагерь. В Иркутской области, Кришкино. Алтайский государственный институт культуры. Вот это вот. Что тут объявляют, вот он слышишь. Вот этот техникум проехал, и я его закончил. В ПГС, промышленная и гражданская строительство. Мне на всю жизнь сгодилась специальность. Сдавал экзамены, естественно, с хозяйствами института. Потом забрал документы и перешел сюда. Потому что у нас в семье 10 ребятишек было. Надо было скорее помощь оказывать. Вот как. Вот первое здание, семиэтажное. Тогда было чудо, выходили смотреть. Почтовое отделение. Вот, сперва пятиэтажки, еще два настроения. А сегодня 23 этажа, и никого не удивишь этим. Вот второе. Шесть, семь, семиэтажка. Это, вот, финансовый университет. Что тут они считают чужие деньги? Тут почтовое отделение внизу. Почта России. Вот, сейчас будет государственный университет. Технический, АГТУ. Я в нем вел занятия 18 лет. Очень хороший был ректор Евсегеев Владимир Васильевич. Лучший советов. Проректор под ущербной части Семкин. Тоже Борис Васильевич, а тут Владимир. А потом пришло из Москвы указание, оказывается, здание им принадлежат. Никого больше, чтобы нет. Ну, кто-то там накворил пакосты, а они тогда уже подряд все. Сколько за меня ходатай, создавающий гибернатор края, еще не получилось. Вот оно, здание, сейчас увидим. Вот оно, большой университет. Сейчас я не знаю, сколько, наверное, 28 тысяч студентов. Из 18 стран абитуриентов имеют. Хороший университет. У нас деревня один закончила его недавно. Знакомая сестра наша и внук тоже учатся здесь в Капусте. Вот это наш Барнаву, красавец. Много зелени. Это центральный район. Красивый центральный. Рядом у нас трех. Рядовое движение, как вот здесь. Там три вида в один. И там три на мосту. Шесть. Рядов практически. Так, подождите, не мешает. Ничего не трогать. Не трогать, маленько, съемка идет. Вы маленько ее приподнимите вот так. Вот, приподнимите. Я не могу держать, она меня руками трясется. Давайте. Сейчас я рассчитаюсь, если я не рассчитался. А что за съемку снимаете? Я потом поставлю на место. А что снимаете? Это что будет? Ну, это интересно. Хотя, я так про Барнаву. Я бы давай сюда проехал. Ага. Так, посмотрите. Да ладно, вот там у вас. Сынский университет. Ну, спаси Хрисов. Вот так вот стихонько взяли, подзакинули ее. Ну, это я, может, неправильно сейчас. Это вот Никольский собор, бывшая полковая церковь. Здесь как раз Михаил Капранов служил тогда. Вот. И сын у него в Заринске, Димитриев. Мы внезапно умерли сын в 41-м год. Тогда был не бископ, а бископ Иоаннтоний Масеевич. Следующая остановка – дом Санюзов. А вот здесь была, так сказать, сейчас высшее авиационное училище. Я в нем вел занятия тоже. Правда, периодически так. Несколько человек обратилось к Богу. Вот Якович, Чернов, Волков, Вячеслав. А то они здесь учились. Господь коснулся их сердец. Занятия были сняты для фильма, который называется «Второе крещение России» или «Глаз попиющего». Посмотрите его. Очень хороший фильм поставлен. Я вел в это время занятия с обслуживающим персоналом местной тюрьмы, СИЗО, 18-й дробь, 1-й. Кажется, вот оно. Вот это здание, КГБ, теперь поездка. Вот он, имеет память Ельзержинского, перенесли сюда. Там забунтовали люди вроде бы. И вот сюда перенесли. Вон он там, бусты достает. Видите, много берез, много елок, сосны. Вот это сосна. Дальше елки. Калина. Красивые здания. Много зелени. Но я считаю самым главным здесь достопримечательным находятся объектом мост. Его любил бывший мэр города, там фотографировался, Баварин Владимирович Николаевич. Сюда привозят люди, которые желают считать минуты. Голубятни открывают одновременно с разных областей своей машины. Голуби вылетают. На фоне Барнаула. Вот он. Вот он стоит память. Чудищный. Стоит свой рот още. Поднапритист поставил голый щель. Больше атеистов, сонящий. Дом союза. Я туда когда ехал, вот это напротив почти. Дом профсоюзов проехали, где бывший краеком партии был, а теперь там краевой суд. Вот куда они пришли. Торговый дом. Есть. Повторяю, это Барнаул. 21 августа, апреля 2022 года. Это число. Продолжение следует. Продолжение следует.